Недолго радовались жители деревни Верхние Харкасы Цивильского района отремонтированному мосту. Этой весной он рухнул во враг и снова создал проблему сельчанам. В обход ходить долго через обрушившийся мост опасно. Наша съемочная группа совместно с представителями общественной палаты Чувашия выехала на место и попыталась узнать, чего ждать жителям многострадальной деревни. Вот так, помогая друг другу, местные жители проходят через овраг. Некоторые преодолевают опасный участок в одиночку. Такой экстрим в пожилом возрасте дело вынужденное. Рухнувший мост, хотя и не представляется сооружением надежным, люди рискуют, чтобы сократить путь до автобусной остановки, больницы, на работу, в магазин. В обход наматывать лишние километры тоже никому не хочется. У этого моста долгая история. В 50-м году на его месте была построена Харкасинская ГЭС, которая уже через 4 года разрушилась. Новый переход через реку Унга, железный с деревянным настилом, появился в 80-е годы. К 2019-му он полностью износился. И в прошлом году из бюджета сельского поселения на его реконструкцию выделили более 52 тысяч рублей. Совместными силами сельской администрации и жителей верхних Харкасов он был отремонтирован. Наша съемочная группа тогда побывала на радостном событии. А уже в апреле этого года опоры моста разрушились, и он обвалился в овраг. Хорошо еще, что никто не пострадал. Однако это может случиться в любой момент. Рухнувшая конструкция небезопасна для людей. Затраты большие на ремонт этого моста. Сельское поселение своими силами, средствами не сможет отремонтировать от моста. А ждать, чтобы капитально сделать, это нужно долгое время. Проект на организацию нанимать, деньги на проектную документацию делать. Ну, плюс еще река Унга входит в бассейн реки Волги. Водоохранная зона. Здесь разрешение обязательности Российской Федерации нужно. В общем, сложности и предостаточно сетуют местные власти. Пока, как вариант решения, они предлагают жителям Верхних Аркасов пользоваться автомобильным мостом. Он находится в 300 метрах от разрушенного. Но его еще нужно будет дооборудовать для безопасности пешеходов. А представители общественной палаты республики предложили сельчанам рассмотреть возможность участия в программе инициативного бюджетирования. Как вариант, мы сейчас с ними обговорили, возможность просчитать устройство здесь висячего моста, как, например, было сделано в морпосаде, посчитать, сколько это будет стоить, продумать возможность участия в программе инициативного бюджетирования. И если это все будет возможно, соответственно, будем идти по этому пути. Сельчане и общественники пришли к выводу, что это наиболее приемлемый вариант. Пока же, в первую очередь, необходимо демонтировать рухнувший мост, чтобы у местных экстремалов даже соблазна не возникало переходить по шаткой конструкции. Наталья Горова, Алиса Александрова, Семен Антонов, Вести Чуваше. Продолжение следует...